Вопросы духовно-наростного воспитания подрастающего поколения, сохранения культурных православных традиций, патриотизма, а также безопасности несовершеннолетних в информационном пространстве стали основной повесткой дня на Координационном совете Тверской области. Подробности в нашем первом материале выпуска. После перерыва, связанного с пандемией, вновь заработал Координационный совет Тверской области. Первым вопросом, который решили поднять сегодня, стало правильное воспитание молодежи. Ключевая задача молодежной политики – долг государства сохранить и передать последующим поколениям традиционную духовно-нравственную ценностную основу нашего народа. Эта работа ведется традиционно в тесном сотрудничестве с Русской Православной Церковью, которая стала своего рода основой нашей культуры. За мирской властью это экономика и качество жизни и образования. А духовная власть, конечно, это воспитание системы ценностей. И вот такое сработничество в этом ключе, я думаю, оно, конечно, даст свои результаты. И мы достойно будем нести в отведенный нам период вот эту, наверное, главную функцию развития Тверской области. Глава региона Игорь Рудене также отметил, что правильное воспитание, образование и культура формируют перспективу государства. На стороне традиционных ценностей и Конституции. Согласно новым поправкам, воспитание стало неотъемлемой частью образовательного процесса. На сегодняшний день в тверских школах дети изучают основы православной культуры. Митрополит Амвросий считает, что начинать прививать духовно-нравственные ценности нужно с раннего возраста. Мы, конечно, должны продолжить работу над тем, чтобы и впредь школьники получали основы культуры той страны, той области, в которой они живут. А мы знаем, что это православная, прежде всего, культура. Приобщать, конечно, к этой культуре и тех людей, которые приезжают из других стран и желают работать или трудиться на благо нашего Отечества. Потому что без знания языка, истории, которая пропитана православием, конечно, это просто невозможно. Развитие цифровых технологий тоже может помочь в этом процессе. Например, создание цифровой нравственной мастерской. А цифровая гигиена – еще один немаловажный вопрос, затронутый на заседании Координационного совета. Чтобы не исказить психику подрастающего поколения, нужно грамотно фильтровать контент. На территории Тверской области действует региональная программа. На сегодняшний день для укрепления нравственных ценностей Верхней Волжи создано 361 общественное объединение. Они занимаются в том числе патриотическим воспитанием, а также пропагандируют здоровый образ жизни.